МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины меньшины на нашем канале. У студии Ирина Смольская. Витаю вас и сегодня в выпуске. Деноминация без стрессу. На меньшине головную финансовую падею года сустрелись спокойно, без шерго и ажиотажу. Мы привыкнем, думаю, быстро ничего. Я купила новый кошелек с монетницей, поэтому у меня никакой проблемы. На мяш возникнение у налебовским заказнику обновляют редкую популяцию глушцов. После узнавления популяции тушек пошлюсь расселять по другим регионам Белоруссии и продавать за мяжу. Элеонора Лутович наведала першу Украине глушцовый годоварник. На обороне детячих интересов Центр инноваций и партнерства открылся у национальным детячым адукационно-оздоровленшим Центра Зубраня. Молодежь – это источник инноваций. Катярина Срума вернулась с урочистой церемонии. Деноминация без стрессу, без дзюлення и лишней метусни поставилися до отсутствия нуля уже Харминшины. Долгочаканный и складанный технологичный процесс обошелся без шерго до банкомата и ажиотажу каля-обменнику. Купюры между нулями смело можно будет различиваться до конца года. Ценники у Крама к правнейшему будут позначены на новый и старый лад. Проблем с разликом картками не повинно повстать. Терминалы не працевали только у ночь переоходу. Что тычется программного забеспечения, переналадка в Сталяване зойме неколький дзен. У чеках можно будет сустреть суммы, как с нулями, так и без. За час подрыхтолки Досканала выучали новые банкноты и продавцы. Выявый купюр узору 2009 года можно найти на плакатах и брошюрах у Крама отделениях паштовой с увязей банках. Я думаю, что мы это переживем, поэтому нам это не в страх. Образец есть, вон, на штеночке. Денежной наличности банкноты и монет образца 2009 года достаточно для бесперебойной работы отделения и загрузки банкоматов. Все суммы зачислений производятся своевременно. Выплаты производятся согласно установленных графиков. И выплаты, которые приходятся на период с 30 по 3 июля, произведены досрочно и уже выплачены населению. Мы привыкли, думаю, быстро ничего. Я купила новый кошелек с монетницей, поэтому у меня никакой проблемы. Зарплата, тем более, 11 числа. Так что уже новыми деньгами выдадут. Наверное, по возрасту мне будет, наверное, сложновато уже понять вот это. Я надеюсь на добропорадочность людей. Вы знаете, я очень доверяю людям по жизни. Я работаю с людьми всю жизнь, и поэтому доверяю людям. И думаю, что меня не будут обманывать. Все равно это же все деньги остаются. Как бы только нули отнимаются, и все. А деньги же те же, и цены те же. Все. Ничего нас не пугает. Поднимать в выгляде сдачу монеты и новые купюры поколь можно не во всех крамах. Замена банкнот у гандлевых объектах будет проходить поступово. Правила распаусюживаются и на банкоматы. На день переходу новыми купюрами загрузили, каля 30% прылат. На меже изникнение. Одновить редкую популяцию глушцов и рассорить птушек по всей Европе мы той, какой задались асупрацовники налеботского заказника. Колькость редкой прихожусти птушек у Беларуси резко снижается. На особных территориях заходнеевропейский подвид глушца значится у червоной книзе. Проект по створению специального годовальника для разведения птушки у налеботским заказнику реализованы программы развития ан за кош сродка Европейского Союза. Зараз до новых апартаментов привыкают 4 особенные. Кожный с вольеру походить на свою особливую трогпаковую в акватеру, а в рационе стравы, які потребуют особливого приготовления. Первый украине глушцовый годовальник наведала Элеонора Лутович. У налеботским заказнику Андрей працует крохубольж за год. Это годовальник для глушцов, рос и ширился на его очах. Зараз натрывались новые апартаменты, проверяют 4 птушки. Диким и темпераментным им тяжко было привыкнуть до вольеру, який хоть и нагадывает трехпаковую в акватеру, а лишь не заменить простору на Леботской пушке. Лишний раз новоселу не тревожить, а тому годовальнику тишиня. Колькасть редкой пригожусь к птушек в Беларуси с каждым годом снижается. Виной тому человек. Глушец – редкий полевничий трофей. Здабыть его можно весной в час месяца романтики – току. Поча спева у глушца на три секунды зникает слых. Где и есть тот самый момент выстрелу для правильничего. Численность его во многих странах Западной Европы минимальна. То есть в некоторых странах он тоже находится под охраной, включен в Красную книгу. На территории Республики Беларусь порядка именно Западноевройского подвида около 400-500 птиц. Для узнавления популяции у годовальнику створили все умовы. Покой, обсталеванный по опошним словам техники. Есть тут навод и кухня для приготовления ежи для будущих птушанят. В этом морозильнике будем хранить ягоду замороженную, которую будем подкармливать с глухаря зимой. Потомства от глушцов чекают супрацовники с нетерпением, а лишь только на новоселов не различивают. Яйца найдены в дикой природе. Транспортируем сюда, на базу питомника. Помещаем в контактные инкубаторы. Вот эта пленка, которая там внутри находится, она нагнетаясь теплым воздухом, покрывает яйцо. И тем самым, как контактное высиживание получается. В дикой природе выжили бы только 40% птушанят. А у годовальника, как споздаются, годоличба будет триматься на отзнации 80. Шансы на житие повышают не только сучасные технологии, а лишь и клопот, а так само любовь до всего живого супрацовника у годовальника. Меняем воду постоянно птицам, кормим хвой, черничником, зерном. Так проходит примерно зелень. Свежий воздух, кругом сосна, замечательно. Я всю жизнь прожил в слонями, в частном доме. Рядом речка, лес, озеро. Поэтому всегда любил породу. И дедушка меня в лес возил, и на рыбалку. Зараз на территории заказника коля 150 глушцов. У планов супрационников довести их колькость до 500. После узнавления популяции птушек начнут расселять по другим регионам Беларуси и продавать за мяжу. Потенциальными покупниками штучно выгадыванных птушек могут быть Польша, Литва, Германия, Австрия. Кошт одного глушца в среднем досягает 2000 евро. В Беларуси заходный европейский подвит глушца в червоную книгу не занесены. И природооховники сегодня работают все, как этого и не случилось. Елена Рултович, Алексей Калопанка, Минщина. На обороне детских интересов. Центр инноваций и партнерства открылся в национальном детячем аддукационно-оздоровлечном центре зубрания. В иурочистой церемонии приняли удел процовники ЮНИСЕФ. Развитем лидерского потенциала и талента у детей, обмен в опытом и взмацнение международного партнерства для реализации права у детяти. На это будет скерована деятельность Центра, которые до того же закликаны стать пляцовкой для инноваций социальных и эдукационных программ с уделом белорусских и международных экспертов. Катярына Сурмау появнилась, когда разговоры идти про подкрымку детей, не важно, на какой я на мове. Тяжкости у пероклада не будет. Дети и их не дитячий светопогляд. Думки розные, а лебеднанные одной идеей. Усе люди ровные и мают однольковые махчимости. Я подружилась с девочкой из Москвы. Ее зовут Даша. Она очень добрая, веселая. У нее хорошее чувство юмора. Она всегда поможет в виде. Мы подружились со многими из других стран, как с России, так и с Японии, Кореи. Они рассказывали о своей культуре, вообще о своей стране. И это общение нам помогло, может, что-то узнать. Все не национальный детяжий центр зубраня, а не просто место от подшинку, а международная пляцовка для выращения важных пытаний. Молодежь – это источник инноваций. И еще партнерство, потому что без совместной работы не будет ничего. Мы не хотим решать проблемы молодежи без молодежи, потому что они должны подсказать, как им лучше. По 70-й юбилей фонд ЮНИСЕФ открыл Центр инноваций и партнерства, и кида поможет поширить супросовненство краинсвету у Халини Аховой развития детей. ЮНИСЕФ в Кыргызстане очень давно активно работает. Это очень прекрасно, это замечательно. Такие проекты нужны. И думаю, такие проекты принесут детям радость. Выстава, которую мы представляем, это фотовыстава подрихтована Итальянской ассоциацией, где она документует годы сябровства и оздоровления белорусских детей у Италии. На фотопланшетах показаны разные падеи с життя детей, от адекватных программ до от подшинку на море. Супросовненство за ЮНИСЕФ в Беларуси имеет давние и глубокие корони. Реализованы десятки проектов и выращено множество проблем. Проект «Город дружественных детей». При поддержке ЮНИСЕФ он уже не первый год реализуется. И потихоньку наши города, Республики Беларусь присоединяются к этому проекту. В каждом из этих городов созданы молодежные или школьные, или студенческие парламенты. Дети принимают участие в принятии решений на уровне города, на уровне городских властей. Первые инициативы на базе Центра инноваций и партнерства не примусят себя чекать. Под эгидой ЮНИСЕФ у Забраняти зараз проходит фестиваль «Сяброуство без межау». Катерина Сурма, Максим Суцукевич, Минщина. И опошняя Минщина рыхтуется гучно отзначить головное свято беларуской державности. 3-го липеня во всех районах в области продать урочистости. Все лето до освяткования 25-го Дня незалежности суверенной Беларуси организаторы Центрального района подышли, як Николе Творча. Театрализованные шести, музычные импрызы, мастацкие форумы, концерты лепших творчих коллективу, Минщины и Зорок Айчиной эстрады. Насыщенная программа завершится поздно в вечеры. Акции проспеваем гимн разом и святочным салютом. Репортажи эфирные виды у сих программу «Любый час» доступны на сайте ctv.by и на ютюб-канале «Столичного Таребачення». Заходьте, глядите и подписывайтесь. А на этом у меня не все. Доброго вам настрою и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok